Может записали три ролика песнопения поет Виктор Савченко на мои стихи. Люди просят в интернете. Как это, хорошо или плохо, не знаю. Маленько хотя бы представить, кто поет, о ком. Я небольшое введение сделаю. Вот фотографии тут поднабрал. Ну, поется про батюшку. Вот она, Тесааким, с ребятишками в потеряевском храме. Когда-то там было ребятишек больше, кое-кто уехал там. Видишь как? Это у нас храм, а вверху вот видно два гнезда ласточки. Но прямо над входом центральным и здесь прямо в храме ласточки летают. А там и в алтаре видать крест. Батюшка стоит здесь. На это, дети, вот до самого маленького. Вот они тут. Вот. Дальше. Это вот батюшка стоит, он держал двух лошадей, спецлошади, незаменимые помощники в деревенской жизни. 2003 год. Вот. Потому что зимой там встречать надо было. Приезжают люди с раздеза. Снегоходов не было. А сейчас снегоходы есть. А тогда он держал двух лошадей, сено кормил, овса, сколько тонн там заготавливал. Только для того, чтобы встретить, а бывает, приедет всего несколько человек. Вот. Вот. Это батюшка, наш отец Аким. А вот этот снимок посмотрели. Вот она, кошка. Без кошки, амба наша мамбара. А вот она идет, кошка. Вот, пожалуйста. Нам не надо выдумывать ничего. Она реально. Вот строго режимная рубашка, она красненькая, полосочками. Вот она какая. Вот. А это батюшка тормознул. Дети его облепили, просят прокатиться. Ну и мне в интернете говорят, это прям... Надо на выставку выставлять-то такое. Вот он где. Вот сейчас я его побольше сделаю. Вот оно, видать, как падает солнечный свет с обратной стороны. Видите, тень, по тени видать. Вот они бегут как. Тут стол пасынок его рядом. Вот маленькие ребятишки, а у них вот этот драндулет-то. Вот они залезли, спереди, сзади, лепятся девчушки. Пыль поднятая, вот она как отражается. А дальше по улице и вокруг там так называемый Амрийский дуб у нас, он загорожен. Я не знаю, видно, нет, там стрелка показывает. И так вдоль деревни идет. Батюшка тут в своей камелавочке. Видите, получился снимок, когда фотографировали-то и не думали, что так будет. Далее у нас песнопение было про голубей. Этот я, где в Барнауле живу, вот полез на голубей от него. Вот голуби, этот взмахнул крыльями. У меня в основном почти все белые. Это снимок очень хороший тоже. Понятно. Вот так голубь-голубка я с детства люблю у вас. Надо было там как-то вставить, но мы не умеем ничего. Другой голубь-голубка, это вот Наталья Приходько. Я не тоже песнопение будет. Вот она, видите как, голубку держит. И сразу относятся и голубки песнопение, и о Натальи Приходько. Два стихотворения будет. Ну, это я показываю в библиотеке в одной был, показываю, как раньше молились. Двуперстно. Видите как. А рядом второй раз показал троих перстно. То есть так молились до реформы, так и после реформы Никоновской. А это вот сейчас в интернете я увидел. Наша фотография. И что интересно. Сделали надпись. Это мои слова. Объединяющая идея для России есть. Ее можно уложить в четыре слова. Дети, воспитанные во Христе. Тогда будут крепкие семьи. Не будет коррупции, наркомании, алкоголизма и других бед. Проповедник миссионера Игнатий Латкин. То есть взяли за афоризм. Вот видите как выглядит. Это в храме пасхальная служба. Стоят дети. Вот. Это о детях как раз там у нас поется. А это тоже относится к Потеряевке. Староста деревни Игорь-Барабаш. Шел с Гектара. А тут наши шли сестры. Наталья Приходько. Морская, наверное, фамилия-то ее. Зина. Вот они выскочили и схватили его. Под руки. Ты знаешь, какая картина красивая-то. Хоть на выставку действительно выставляй. Сирень светет. Весна. Радость. Улыбки. И он такой. Скромная девушка мне улыбается. Сам я улыбчив и рад. Вот это прям он поет. И как раз это на стихии Николая Рубцова пак поет. Вот она как. Я как-то шел. У меня большая такая была сделана фотография. Вот эта самая. А тут есть комитет по образованию. Алтайского края. Ну и выше там учителя, видать, директора. Я им вот эту показал. Как они все в нее устали. А это вы где таких взяли-то? На них смотреть-то до зубовной боли. Еще уж он имел в виду. Что-то холодной воды напился или еще. Мужики. А вот сейчас только пропели мы про коря крючконосая. У меня в лагере был коршун. Коршуненок растет. Вот он. Я в рукавися. Он вокруг летает. И когда мы на молитве были, он полетел, был дождь. А рядом столб поворачивался высоковольтный. И он крылья-то раскивал. Вот они метр тридцать-то. Ну и его и ударило. Я дорогой иду. Он подлетает там, садится. У меня цепочка была на часах. И он последний уже вечер, мы играли с ним. Он залетел на башню туда ко мне и сидел. И теликал все. И спустится. Я пойду по лагерю. Он мне за сапоги цепляет, чтобы покормил его. Ну пели про кошку. Без кошек амба нашему амбару. Вот они как лежат. Вот они. Без кошек амба нашему амбару. И не надо ничего говорить. Вот она кошка какая. Вот эта белая вторая, это ее дочка. А маленький тот бегает. Шпаненок. Вон он сидит. На компьютере уселся белый. Ему 4 месяца еще нету. Вот такое. Вот они. Смотри, какие трое-то. Я взял, написал. С кошкой простатиту места нет. Вот. Так как-то мне надо, что когда поют, и сразу показывать. У нас есть про лошадь. Бог сотворил много разных и хороших, но корову во дворе начальник. Там про лошадь и про корову. Я сижу, пишу стихи, а вот наша лошадка, Павлова ласточка, подошла и голову мне положила прям на бумагу. Вот. Ну я... Почему она так? Потому что я всегда в кармане сухарики там все я носил. А ее хозяин Павел, брат, пришел, увидал ее, сразу остановился. Но неплохо ты тут устроилась. Устроилась. Видите, какая картина. Ты не надо никуда за рубеж ехать, ничего. Я просто увеличу. Она очень спокойная. Вот. Здесь поется про лагерь. У нас лагерь Стан, степи на навозной куче. Это вот... 12 лет она была старшим воспитателем Натальи, а до этого воспитателем старшим была Надежда Лапкина. Вот они. Ну а там внизу костер глубокая, яма, она ярусами идет, там сидят дети. Вот. Ну и о Викторе Савченко. Вот он сам из Гектары, кто поет. Вот он и поет. Он учитель Потеряльский. Виктор Николаевич Савченко. Благовестник. Неженатый парень. А это Глушков Игорь, это старости деревни Игорь. Вот он преподает там физику, там разные предметы. Вот сам поет, сам музыку составляет. Он и пекарь, старший воспитатель после Натальи он остался. А сейчас он на благовестие с нами по другим странам летом. Вот он самый здесь. Это у нас работа в лагере. Пилят дрова, мы топим с печкой специально. Это вот с Красноярска приехал парень, Барнаульский. И вот Виктор с ними здесь уже, наверное, лет 13. А там дальше видно, там в Потеряевку ход. Вот. Вот он самый наш Виктор Николаевич, певец, который поет. Наш бард, наш композитор. Без него мои песни, они бы не звучали так. Вот. А это вот про собаку там есть у нас. А там мы на Черном море, Севастополь. И вот сфотографировали. У нас там видно далеко корабль военный. А там еще мы были на благовестии. 15 стран прошли. Дальнее зарубежье. Польша, Германия, Венгрия, Румыния, дальше. Ну и замыслы в этом, в следующем году пройти нам до Португалии, всю Скандинавию захватить, Англию и по Прибалтике пройтись. Мы в каждом месте оставляем наши книги. 38 книг. И вот когда поется Игнатий Богоносец, тут стоит Богоносец Игнатий. Это вот у меня книга, Игнатий Лапкин. Первая книга. Церковь, свобода, тюрьма. И положили распятие. Это был Волобуев. Видите какой? Крест священнический. Это считает, мне его подарили. Видимо от расстрелянного священника. Там где-то нашли могилу или где. Ну вот все, что у нас тут могли мы накопить. Далее начинаем мы прямо уже конкретно. Что у нас дальше следующее? Наталья и дети. Наталья и дети на целое лето. Наталья и дети на целое лето. Зовут и хлопут Улан Рот. Приятно кормила халва и котлеты, но чаще блины и пирог. Наталья, Наташенька, дева, Наташа, Каким тебя ветром сюда занесло? Ты прачка и пекарь, сотрудник, И даже против комиссии надежный сослов. Тебе пожелания от всех, кого знаю, Живи долго-долго грехи. Ненавидя, да будет, Друг Божий, с тобою и с нами, Пророческих снов еще больше убедить. Тебя полюбили и старый, и малый, Любви твоей хватит на всех. Ты часто болеешь, едва оклемалась, Но слышатся звонки, твой голос и смех. Когда приезжают к нам люди чужие, Вопросы о вере и статусе стана, Ответы твои силой сжатой пружины, Бьют точно совсем не взирая на саны. Тебе пожелания от всех, кого знаю, Живи долго-долго грехи. Ненавидя, да будет, Друг Божий, С тобою и с нами, Пророческих снов еще больше убедить. Борис, эгоизмом, сжигай свою самость, До совершенства, увы, далеко, И бездность, и худость приемлем, как даст. Пусть трижды прокисло твое молоко, Тебе быть придется, начальник Камстана, Рекламу, питание детей привезти, Лошадки, лодки, проказы, бештаны, Грани, ведь в ушах их, ведь в нем караси. Тебе пожелания от всех, кого знаю, Живи долго-долго грехи. Ненавидя, да будет, Друг Божий, С тобою и с нами, Пророческих снов еще больше убедить. Расчет и знакомство к сему приспособься, С обтугою точный усвоит язык, По осени зерна собрать и колосья, Три нашей усадьбы и счастья привык. Ты в церкви лозинка ее тонкая складилась, Проповедь ждешь с отраганием до пят, Как многие братья давно выженились, Но жмутся тебе, словно дети сопят. Тебе пожелания от всех, кого знаю, Живи долго-долго грехи. Ненавидя, да будет, Друг Божий, С тобою и с нами, Пророческих снов еще больше убедить. Тебе пожелания от всех, кого знаю, Живи долго-долго грехи. Ненавидя, да будет, Друг Божий, С тобою и с нами, Пророческих снов еще больше убедить. О времени нашем пророке О времени нашем пророке Святые слова прорекли О язвах селинского горя, О пучести грешной земли, О церкви святой нерушимой, О ярости злобной врагов. Как светлый святой небожитель Трубой воскресит из гробов. Вставайте, кто есть полусонный, В пророчествах громче слыхать, Заря залило солнцем, Встречайте скорей жениха, Встречайте скорей жениха. И как перед этим приходом Неверье все лучшее смоет, Так было во время потопа, Когда не поверили мною, Теперь по космическим трассам С картонным мечом атеизма, Галдят на наречиях разных, Что тухнут последние искры, Вставайте, кто есть полусонный, В пророчествах громче слыхать, Заря залило солнцем, Встречайте скорей жениха, Встречайте скорей жениха. Придущих пожаров не будет, И атомный смерч не воскреснет, Вот только пройти перепутье, И счастье наш брат и ровесник Сказали пророки, Святые слова прорекли, Как скажет мир этот, То вскоре пожар полыхнет от земли, Вставайте, кто есть полусонный, Пророчествах громче слыхать, Заря залило солнцем, Встречайте скорей жениха. Вставайте, кто есть полусонный, В пророчествах громче слыхать, Заря залило солнцем, Встречайте скорей жениха. Встречайте скорей жениха. Опять метет в гряде гряда, Опять метет в гряде гряда, Змеисты след в хвостах метели, Все так же небо, как тогда, И ветер так же песню стели, Земля и небо столько раз, Смотрю в тоске закат печальный, За годом год, за часом час, Когда на берег тот причалю, Опять метет и зло кидает, Цепучий снег слепит глаза, Но с небом сблизясь полотает, И в сердце мир спешит назад, И в сердце мир спешит назад, Все так же холод леденит Дыхание слабнущего тела, На облака смотрю до них, Вся мысль как к дому улетела, Про образ вечного покоя, Так купола вверху блестят, И сердцем слышу кто-то звонит, Во храм воскресшего Христа, Опять метет и зло кидает, Цепучий снег слепит глаза, Но с небом сблизясь холод тает, И в сердце мир спешит назад, И в сердце мир спешит назад, Опять метет и зло кидает, Цепучий снег слепит глаза, Но с небом сблизясь холод тает, И в сердце мир спешит назад, И в сердце мир спешит назад, Аминь. Политика души Отдайте шикотан и Кенигсберг, Отдайте, пока еще не поздно поспешим, Не удержать богатств, Хребят и лезут тати, Из людских всех крестясь отдать самим, Нас не осудят дети и праправлук, Что мы во время бури и штормов, Забор трубили мачты не тараном, Спасли Россию ясностью Бог. Лишь дух святой Углом отверзит ясность, И оглашенных выведет застан, Святая Библия нам высветит опасность, Какой грозит трясучий шикотан, Какой грозит трясучий шикотан. Нельзя несправедливо, не по Богу, Раскинув руки пьяным бороздить, Когда соседи жгутся по трогам, Нам негде жить, нам негде жить. По совести ли вымирают люди, Пустеют города из росли полян, Мы захлебнулись, что ли еще будет, Когда извернет мертвецов земля, Лишь дух святой Углом отверзит ясность, И оглашенных выведет застан, Святая Библия нам высветит опасность, Какой грозит трясучий шикотан, Какой грозит трясучий шикотан. Готовые чаши гнева пихр злопредный, От гнойных ран слабония из брат. Последний конь, и конь, как знаем, бледный, И смерть на нем, а сзади виден ад, Что непонятен призем благодати, С премудростью и за Христом мы жить. Да мы окружены, и спереди, и сзади, И всем руководит Христов врага и отжить. Лишь дух святой Углом отверзит ясность, И оглашенных выведет застан, Святая Библия нам высветит опасность, Какой грозит трясучий шикотан, Какой грозит трясучий шикотан. Лишь дух святой Углом отверзит ясность, И оглашенных выведет застан, Святая Библия нам высветит опасность, Какой грозит трясучий шикотан, Какой грозит трясучий шикотан. Отвывайте шикотан, и Кёнигсберг отвывайте. Пост или жалобы на диабеты двадцатого века, Можно сказать, и двадцать первого века. Диабет — двойной обет. Случалось в понеделе, не пили и не ели, И победили, посрамив врага. А ныне ели-еле, слезами доскрепили, С утра среды до утра четверга. Посты и понарушили, все ели и все пили, Считая устаревшими каноны. Во всем кругом бессилие, От жира плоть спесилась, Считаем только ближнего виновным. Такой же страхом Божиим Посты на плоть наложены, И мысль раскрепощенная живет. Лицом не толстой рожей, На хрюкающей схожей Полночный гимн Иисусу воспоем. Лицом не толстой рожей, На хрюкающей схожей, Полночный гимн Иисусу воспоем. Молитву ограничили Своими лично личными, Каноны и акафисты забыли. И это все привычное, Да фарисейство кичится На чрево перевод аккредитив, А труд святой и жертвенность Испугает, словно смертью нас Нам мягкого и сладкого в брюши. Кишечником обмерилась До остального ветренность, И по-другому не умеем жить. Такой же страхом Божиим Посты на плоть наложены, И мысль раскрепощенная живет. Лицом не толстой рожей, На хрюкающей схожей, Полночный гимн Иисусу воспоем. Лицом не толстой рожей, На хрюкающей схожей, Полночный гимн Иисусу воспоем. Породою курдючные На животы навьючили, Утробыем крыкальные мешки. На диабеты тучные, Двойной обед нешуточный, Вместили кулинарные рожки. Никто не скажет, Жирные и животы обширные, Под платьем мудрым скроем полноту. На сердце стало гирями, Как жирный, пусть бескрылый мы, Духовным все всегда не в моготу. На плоти уленям бибится, Горбом верблюжьем зыблится, Все до ноздрей, до верху все сполна. Червям могильным житница, Грехам кочма и мытница, Где в роскредит торгует сатана. Червям могильным житница, Грехам кочма и мытница, Где в роскредит торгует сатана. Такой же страхом Божиим Посты на плоть наложим, И мысль раскрепощенная живет. Лицом не толстой рожью, На хрюкающих схожие, Полночный гимн Иисусу воспоем. Лицом не толстой рожью, На хрюкающих схожие, Полночный гимн Иисусу воспоем. Лицом не толстой рожью, На хрюкающих схожие, Полночный гимн Иисусу воспоем. Псалтырь 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 Орошаю слезами Плачевые песни царя. Не книжные строки, А будто бы сами Родные со мной говорят. Не верится даже, Что тридцать столетий Прекрасная книга живет. В ней старец любой И юнец малолетний Себе утешенье найдет. Пытаю далеким допросом Давида, Сплетая терновый венец, Допрошена нова И кровью залита, И вместо молитвы Свинец. Молитву читаю За каждой строкою, Я камеру вижу свою. Один на допросах И нет мне покоя, Как хочешь с врагами воюй. Враги нам не люди, А злобные бесы Отчаянием вечным полны. А люди одни Пробитались С песью И гордостью Сатаны. Прощальное слово От Иоанна Пана, Беги же за Быстрой стрелой. Во встречах с людьми Ожидают обманы И сына Удар Роговой. О, чудная книга святых, Беснопений, Вне строки страданий Людских. И жизни Моей Отразились Мгновения, Что болью Сжимают Пески. Читает и плачет Над книгой монашка И сам миродержит земной. С ней призрак могилы Не так уже страшен, И горе бежит стороной. Я После Молитвы Кладу Под подушку Чудесную Книгу Псалтырь. И Верю, Что сон мой Никто Не нарушит, Она мне Всегда поводы. Сладкие Грёзы, Вчерашние Беды Ласкают Глаза И Язы. Стократно Была Она Мною Профета, И Всё Жень К ней Не Привык. Она Мне Одна За решёткой Тюремной Светильником Ясным Была. А Душу Давидской Слезой И Смирением Для Иисуса Спасла. Написаны Песни Величием Неба Не Скроешь Кинжальных Остров. Вод Вод Живую Живителем Хлебом Прошла С Протопопом Востров. Читают Её На Распев Или Просто, Но только Не Надо Спешить. Преграду Подставь Тарабарщине Злостной Не Тройте Её Торгаши. Уж Если Берёшься Считай Не За деньги Вам Нужно За счастье Считать. Вымойте Руки Почище Одиньтесь Никак Сревролюбие Всветать. Органной Мелодией Стонут Страницы И Прыгают Клавиши Строг. Духовный Напев Раздвигает Темницу Тюремный Сжимает На Строг. Враги По Шакале За Стенами Вою Злобой Уброс Крежища. Подняться С Постели Для Этого Стоит И К Богу Взывать По Ночам. В Заколись Снова Воспоминания Пролог Им Тоскою Открыть. И Снова Блажен И Читать Начинаю И Плачу С Давидом Навзрыв. И Снова Блажен И Читать Начинаю И Плачу С Давидом Навзрыв. Ржавые цепи Упали Упали на ноги. Как он Ржавые цепи Упали на ноги, как он с решеткой приник, здесь видел он то, что сокрыто для многих, проведя грядущие дни. Он знал, что на помощь спешат миллионы, что дело Христа не замрет. Он Судьям и стражам о небе напомнил, как птицам бескрылым полет. Уже раздаются удары глухие, грядущие в огне на судьи. Гомцы, поспешите ко всем, кто вас примет, чтоб вместе на небо взойти. Гомцы, поспешите ко всем, кто вас примет, чтоб вместе на небо, на небо взойти. Гомцы, поспешите ко всем, кто вас примет. Гомцы, поспешите ко всем, кто вас примет. Из сердца удары все реже и реже, бетон нарушают под ним. Но духом все выше летит, по ступеням он гимны Иисусу трубит. Вся жизнь и богатство его неотъемны, Увенчанный крест на груди. Уже раздаются удары глухие Грядущего гнева судьи. Гонцы поспешите ко всем, кто вас примет, Чтоб вместе на небо зайти. Гонцы поспешите ко всем, кто вас примет, Чтоб вместе на небо зайти. Ржавые цепи упали на ноги. Вот здесь я показываю специально красным, Когда было написано 65-й год, А я обратился, покаялся в 62-м году, Это три года. Все психотворения, какие у меня были написаны В школьные годы, в армии, Все до одного пропали, ни одного нету. Случайно где-то прорвется, Там отрывок какой-то. У меня все изымало КГБ при арестах, Все уничтожалось и хвалились. Такие, говорит, две большие кучи, кучи, В краевой прокуратуре сжигали, сжигали. Я сам переплесчик-реставратор, И даже сейчас, вот после всех арестов, У меня я письма все переплетаю, Обыкновенная, как тетрадь, Вот одна тетрадь, А теперь сделал большие или большие в развернутый лист. По 650 страниц у меня еще сохранилось 77 томов. У меня вообще очень много всякой литературы. Газеты я измерил, я каждый везде брал газеты, Проверял, потом сам переплетал их, Как вот в библиотеке. И у меня я померил 13 метров высоты. 13 метров. А вот эти журналы, такие как Вокруг света, Все тоже обработаны. Я не знаю, наверное, метров 20, Если друг на друга вот так стоять, Я замерил, как-то давал публикацию об этом. Нужно. Не нужно это, но мне это нужно было. Когда я вел занятия в разных университетах, Милиции, воинских частях, на радио, Меня засыпали вопросами. Тогда, когда книг вообще никаких не было. Ну и вот стихи-то эти остались, Это первые. Первые, ну очень давние, Которые первые два ролика мы составили из песнопений, То это были более поздние уже. Вот, сейчас я постараюсь. Сытый-то, голодному не брат. Сытый-то, голодному не брат, Так в народе всюду говорят. Не поймёт печали и нужды, От такого помощи не жди, Чтоб, выходя к нищему понять, Распахнуть ему свои объятья, На него не сетуй и не пеняй, По рождению мы, родные братья. Должен так же, спробовать я жить, Скудно по-простому одеваться, Разделить, что без толку лежит, От воровы сборщик, от воровы сборщик, От напастей. Сытый я голодного пойму, Пусть тот час войдёт ко мне без стука, Всё, что есть любимому ему, Он ко мне протягивает руку, Он ко мне протягивает руку. Примени его в нужду к себе, Слабость и дрожание тела, Приблати на завтрак, на бед, Судит Бог слова твои и дева, Или молитвы потечёт, Как и слушана вдовы царевской, Не забудьте, что мне пить и есть, На готов прикрыть во что одеться. Лучшая свежая мука, Млечный путь блаженству нам укажет, Гоня скулеет за рукам, И лепёшку мёда пусть намажет. Сытый я голодного пойму, Пусть тот час войдёт ко мне без стука, Всё, что есть любимому ему, Он ко мне протягивает руку, Он ко мне протягивает руку. Сытый я, не сытый твара, Господи, спаси нас до утра, Только лёг стучится, Гость нежданный, Это он о кумер написал. Весь пыль готова ему ванна, На кудрях полночная роса. Через шовку жалюзи окна, Он пылькает, как колено скала, Стой давай мне мимо только к нам, Стою вон ему и опрескал. Сытый я голодного пойму, Пусть тот час войдёт ко мне без стука, Всё, что есть любимому ему, Он ко мне протягивает руку, Он ко мне протягивает руку. Сытый я голодного пойму, Пусть тот час войдёт ко мне без стука, Всё, что есть любимому ему, Он ко мне протягивает руку, Пусть тот час войдёт ко мне без стука, Он ко мне протягивает руку. Характеристика Виктору Савченко На часах ещё лишь пять без двадцати, Темнота, покой, деревня досыпает, Притаился лагерь, стал совсем затих, Но на кухне огонёк уже сияет, Столько лет он здесь трудился до темна, Только раз распрягся, шею рассупонил, Тем и держится, что холост не жена, Всё на нём дрова болта и даже кони, Воспитатель Виктор Савченко не спит, Утром, вечером он Библию читает, Слава Богу не украден, не убит, Он не курит и от пьянки не шатает, Без него нам будет амба и каюк, Песни никому на музыку наставить, Струны сердца так мелодии поют, Настроением к ней голодную листает, Систомесом хлебопекарь дармовой, Печи русские пылают, страшно взглянуть, Он в очках дубиной спит под головой, Ой, ой, для угрозы нападающим и пьяным, Воспитатель Виктор Савченко не спит, Не спит, утром, вечером он Библию читает, Слава Богу не украден, не убит, Он не курит и от пьянки не шатает, Баню нужно истопить, идти помыть, Огород скопать, посадка и прополга, На духовное нет времени лимит, Но дрова добыть в садах и по околкам, Спорщик знатный, упрямый, как осел, Размочалил все молитвой и постом, Стал чтецом немало книг святых брачов, Проповедовать старается при том, Воспитатель Виктор Савченко не спит, Утром, вечером он Библию читает, Слава Богу не украден, не убит, Он не курит и от пьянки не шатает, На апостольском служении он бенит, Без запинки путь короткий не сбирает, Вся опасность, если батюшка в дружине, Слава Богу не украден, не убит, Он не курит и от пьянки не шатает, Слава Богу не украден, не убит, Он не курит и от пьянки не шатает. Характеристика Натальи Приходько По милости Божьей дважды в неделю Идется у нас изучение Библии, По городу много подрастных коктейлей, Сегдантов и гуру мы все это видели, Среди посещающих стала ходить, Студентка весьма истощенная в поисках, Авансом ей в уши и в сердце в кредит, С надеждою здание строится. Дал ей Господь полноценную веру, Огненный дух разумения пристания, Духа Святого дает Бог не верой, Будущей жизни в Абзане. К лагерю стану душой прикипела, Повар, психолог и врачка, Главный садовник, защитник наш смелый, С мужским рассуждением удача. И нет ей замены, приходь Наташке, Нянька с горшками строчит на машинке, Даже сегодня лет двадцать не дашь ей, Только при смехе замены морщинки. Дал ей Господь полноценную веру, Огненный дух разумения писания, Духа Святого дает Бог не верой, Будущей жизни лавзане. Крайне упрямый хохлатский характер, Хочет во всем настоять на своем, Но успокоиться лучше без драки, Все обмозгуем вдвоем. Без компромиссно любить Иисуса, На богослуженье разумно молиться, Не отказаться предательным трусом, Пробласть всегда, что так просто свалиться. Любить старушек, их басни послушать, Платят ей тем же и Ани, и Тани. Платить боится, болеет на суше, Почки лечить гаймориты заранее. Дал ей Господь полноценную веру, Огненный дух разумения писания, Духа Святого дает Бог не верой, Будущей жизни лавзане. Жаль, если замуж спешится и выйдет, Это стряхнет лагерстан от трубы, Где этот вор раздоритель и сын Сможет нам дали ему отрубить. Сможет нам дали ему отрубить. Сказали, как могли. Главное, что мы хотели прославить Господа. Спрашивает, какие песни самые популярные. Самая популярная песня во всем мире. Это 50-й псалом псалмопевса Давида. Более популярна, чем Евангелие. Евангелие не всегда считает, А помилуй имя Божие. Ну, менее популярно. Это же 90-й псалом, живущий под кровом Всевышнего. Я беру библейское. А остальные песнопения для большинства людей неизвестны. Но у меня есть любовь к Слову Божию. Я, как понимаю, старался это выразить так, Чтобы это было во свете Библии. Я такое слово взял и во свете Библии стараюсь это показать. Все, что меня окружает, я стараюсь видеть во свете Библии. Вот говорят, у вас тут большая работа. Фотографии не мои, мало моих. Фотографы уже больше 20 лет профессионалы. Большие. Лауреаты международных премий, Как Каспришин Андрей Николаевич Валабуев, Александр Павлович. Это 23 года у нас фотографируют. Его считают придворным фотографом потеряевки. Составить сайт я не смог бы. Это студент медицинского института, Отличник с красным депутом клейменов. Женя. Это он составил его форум. Без Речкунова, Гавриила, никогда бы этого не сделать. Кроме того, все, что я имел, это его отец помогал, Когда я пленки раскрычивал. Речкунов Леонид Ильич. Вот. Сейчас ютубом тоже он занимается. Здесь Петеримов Виктор Анатольевич. Огромную большую роль. По интернетам. Это Загуляев Александр Сергеевич, Загуляев Алексей Викторович. Я перечисляю те, которые буквально за руку меня ведут. Что случилось? Звоню. Это программисты работают на государственных, Больших очень предприятиях, как сказать, в трестах. Ничего сам не сделаешь. Печатать вот книги и издать. Если бы не были такие хорошие помощники, Как Бельгард Надежда Ивановна, Горно-Алтайская типография. Вот это все сумели. Такие выводы прекрасные. У нас очень высокий уровень издания книг. Ну, я беру такие, как Германия, Венгрия, Румыния, Австрия. Не скажу, что не знаю. Это Америка. Там Израиль, Австралия. Куда мы посылаем книги, все ахают. Это у вас так книги издают? Да так. Ни одной мазаной нету, которая рассыпается. Все сшитые. Все на всетной белой бумаге. Все на мелованной фотографии. Там отличные просто сделал. Ну так. Опять же люди сделали, как я тут сбоку припек. То, что только мысль свою давал. Это где-то. Так что хоть мне это и как приписывают. Ну, стихотворение я написал, но я опять же себе его не беру. Я вот стихотворение отрезал, не пишу уже несколько лет. Ни одного. А написано 3467. В основном за 9 лет. Сказал, не буду больше. Еще долго. Дергалась рука, очень охота. Ну, нет, которые сейчас поются. Я считаю, что они намного выше моего уровня развития. Притом у меня сохранились, что интересно, черновики. Когда я показываю настоящим, кто стихи пишет. Признанные как бы поэты. У меня ни одной помарки нету. Представь. 3467 стихотворений. По 9 куплетов. Это как раз на всю страницу. У меня сейчас из стихотворений готовы к изданию. Полностью готовы. 4 тома по 800 страниц. Каждая страница у меня 42 строчки. 9 и 4, 36 строчек занимает стихотворение и эпиграфы из Библии. Каждая отверху до низу. Вот 800 страниц. 4 тома. Все готово. В каждом томе у меня намечено. Сейчас я скажу сколько. По 160 страниц цветных фотографий. Материал большой. Все бы было издано. Но для этого оказалось по 1000 экземпляров все. Требуется миллион почти 300 тысяч. Ясное дело, что никогда не издать. Но они готовы. Я готов их отдать любому, кто пожелал бы издать. Для того, кого деньги есть. Это и не деньги совсем. Какие это деньги. Но это уже цены мне написала типография. Намелованной бумаги. Фотографии такие. Где мы были. Там просто замечательные. Какой трехтомник наш. Только там 80 гравюр Густаво Даре в одном томе. А в трех. Трижды 8 24. 240. А здесь у меня больше в два раза. В четырех томах. Можно представить сколько это. В 8 и 4. 360 страниц будет только. Вот. Четырежды 8. Нет. Больше даже. Не 160. Еще я сказал. Четырежды 8. Ну там. Чуть не 700. 700 даже почти. Страниц цветных. Будет. Было бы. Фотографии. Притом. Фотографии неоткуда взяты. Все абсолютно наши. Вот у нас сейчас больше на YouTube. На нашем канале. Канал. Ну в YouTube Игнатия Лапкина. Уже тысячу примерно 200 наших роликов. Наших. Еще далеко не все вставлены. Еще добрая сотня будет. И те. Которые мы. Принезли из миссионерской поездки. Поэтому. Говорит. Вот там сделал где-то. Один ничего не сделаешь. Это абсолютно точно. И только ну вместе с братьями. Стараемся что-то делать. Вот Володя бы не записывал здесь сейчас. Пащенко Владимир Александрович. Этого не было бы. Вообще ролика ни одного бы не было. Потому что он все время снимает. А аппаратура самая дешевая у нас. Там фотоаппараты или видео. Которые. Дешевле не бывает. Просто берем. У нас ничего нету. Ну вот такое выставляем. Кто-то смотрит. Кто-то презрительно махнет рукой. Было бы хорошее качество. Но. Они написаны во свете Библии. Все до одного. Богу нашему слава. Благодарим за внимание. Милости прочим на наш форум и сайт. Наш форум. Я покажу его сейчас. Как он выглядит. Сайт. Вот. Попутно сказать. Сайт. К истине. Один народ. Ру. Вот он где. Вот. А это вот у меня. Показано. Тысячелетнее царство. Как. Христос воскрес. Начало. Тысячелетнего царства. Оно вот. До последнего времени. За три с половиной года заканчивается. До три с половиной года. Время антихриста. А вот последний. Это. Христос приходит. Восхищение церкви. И. Страшный суд. Всеобщее воскресение праведных и неправедных. А вот здесь. Сатана скован. В данный момент. Именно в данный момент. Идет. Тысячелетнее царство. Это. Православное толкование. Ни одного места. Библии другому не противоречит. Ясное дело. Что. Кто не согласен. Просто зайдите. Открытым оком. Второй том. 470 страница. Это. Попутно уже. Сказать. Куда приглашаем. Все. Отошел. Я уже. Соскучился. Еще. У меня здесь есть.